Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. 15 февраля 2014 года. 25 лет со дня, когда последний советский солдат покинул границу Афганистана. Вернулись не все. Почтить память погибших пришли родные и близкие, а также те, кто знает, какой она была, война в Афганистане. Когда рубцы афганской боли вновь наполняют сердце мне, я не желаю лучшей доли, хоть тяжко память о войне. Всплакну, и мне не будет стыдно, неправда, что не плачут мужики. Мне будет, как всегда, обидно за тех моих друзей, кто не пришел со мной с войны. Большинство уходили на войну, еще не успев и мира повидать. Больше всего мы боялись то, что мы не вернемся в той войны. Тогда еще 18-летними пацанами мы, конечно, больше всего боялись это расстроить наших родителей, которые нас ждут и которым зачастую мы даже не сообщали где-то в службу. У нас идеология была, сейчас идеологии нет, а тогда мы защищаем родину. В Хакасе сегодня проживают 642 ветерана афганской войны. Именно для них после церемонии возложения цветов и гирлянды в Республиканской филармонии устроили памятный концерт. Это просто война, что мальчишку нашла. Это просто война. Еще 23 солдата награждены медалями. Посмертно. Награду приехали забрать родные погибших, матери и вдовы. Эмоции они не сдерживали. Я не жила в те дни. Не жила. Я не чувствовала солнца. Я не чувствовала время. Когда день, когда ночь. Для меня было очень тяжело переживало. И вот уже прошло с 84-го года. Это уже 30 лет. И почти так же. Война в Афганистане длилась 10 лет и унесла более 15 тысяч жизней. Как трудно в сапогах шагать в июле, но ты солдат и все умей принять от поцелуя женского до пули. И научись в бою не отступать. Руслан Романов, Алексей Иванов. Новости. Седьмой телеканал.